5 самых основных секретов, как же все-таки начинать искать себе клиентов. Итак, первое и непоколебимое золотое правило. Всем привет, с вами снова я, меня зовут Патрионкова Ирина, я блогер, ПМ, мастер и основатель своей онлайн-школы. В этом видео я хочу вам рассказать, где же брать своих первых клиентов. Честно скажу, у меня на эту тему куча полезных советов, которые я рассказываю в уроках самораскрутка и общения с клиентом. Но также у меня был вебинар, в котором я рассказала, как найти и удержать клиента. И если тебе все это интересно, то под видео ты сможешь найти всю необходимую информацию о том, что я сейчас уже упомянула. А так хочется все-таки сказать 5 самых основных секретов, как же все-таки начинать искать себе клиентов. Итак, первое и непоколебимое золотое правило, самое важное, самое сильное. Чтобы найти клиентов, нужно им что-то предложить, что предложишь ты. То есть тебе нужно уже уметь делать что-то очень хорошо, чтобы это было кому-то интересно. Почему к вам должен прийти клиент? Ему действительно должно быть интересно. И он... То, что умеете вы. Поэтому вам для начала нужно показать на ком-то, что вы умеете. Сфотографировать свою работу хорошо, качественно и красиво вам поможет очень хорошее, грамотное, так скажем, профессиональное освещение. Это может быть кольцевая лампа или как минимум лампа, которая навешивается на ваш телефон. Да, то есть чтобы добавить яркости. То есть хорошее освещение, да, это второй момент, который вам очень необходим, даже если вы умеете делать вашу работу и сможете ее сфотографировать, чтобы показать ее другим. А чтобы показать ее другим, это третий момент, третье правило, нужно понимать, как это показать. То есть это уже момент рекламы, да, презентации себя. Чтобы презентовать себя, вы должны презентовать не только вашу работу, но еще и можно презентовать свое рабочее место, ваше знание о вашей работе и этим всем заполнить ваш, наконец-то, первый настоящий профессиональный инстаграм. То есть это четвертый вам совет. Первое. Уметь делать хорошо. Показать на ком-то то, что вы умеете делать. Сфотографировать правильно, красиво и научиться это, показывать все, что вы умеете и знаете на вашем профессиональном инстаграме. И пятое. Это самое-самое важное. То, без чего никак нельзя вообще набирать себе клиентов. Это умение общаться с клиентом. Умение слушать клиента, умение быть авторитетным, скажем, экспертом, пусть даже в начале своего пути. Тогда, чтобы клиент, смотря на вас, вам доверял, что вы действительно профессионал. Не за знайка, который переоценивает свои способности, пытается за вуалью какой-то там улыбок скрыть свой страх, а человек, который действительно несет уверенность. Вот эти все пять ключей, которые помогут вам стать профессионалом даже в начале пути. И вы скажете, да как же мне все это сделать? Во-первых, на первом правиле, чтобы вы умели, я с большим удовольствием вам покажу. У меня для этого есть огромный багаж знаний, и я с удовольствием определю, где ваше слабое место, и мы его подтянем. Второе, это все-таки набраться смелости и выполнить работу на первом своем клиенте. Здесь я тоже могу вам показать. Вы можете взять персональный урок, выслать фотографию ваших намеченных целей, да, ваших жертв первых. И мы сможем тогда на персональном платном уроке обсудить с вами то, какие сложности вас могут ожидать в той или другой работе. И тогда, когда вы уже будете полностью, скажем, предупреждены и вооружены, вы сможете выполнить эту работу. Я помогу вам справиться с ней, если вы действительно никак не можете начать, очень сильно боитесь. Мы выясним, либо у вас нехватка знаний, либо знаний хватает, нехватка смелости. Значит, я подкреплю вас конкретными советами, и вы это выполните. Следующий момент, это научиться фотографировать. В конце концов, на персональном уроке можно получить от меня несколько советов, очень важных для того, чтобы научиться фотографировать. Если для вас это боль, присылайте хотя бы комментарии под этим видео, ставьте лайк, если вам очень нравится то, о чем я рассказываю. И я поделюсь с вами, возможно, в следующих видео о том, как важно фотографировать, какие соблюдать нужно правила, да. Но самое главное, это я вам уже сказала, правильный свет, очень яркий. Смотрите, как я сижу перед вами, я сижу под ярким освещением, меня очень хорошо видно. Следовательно, это передает ощущение качества. Если вы выполните работу бровок, да, и сделаете это достаточно аккуратно, если вы аккуратный человек, то сфотографировав свою аккуратную работу, вы уже можете заинтересовать людей. Следующий момент, это умение вести инстаграм. На самом деле, по этому поводу очень много советов вы можете найти, как в открытом доступе в самом интернет, да, пространстве. Также и, в общем-то, пройти, может быть, даже какие-то курсы по умению фотографировать на айфон. Мне кажется, этого тоже сейчас много. Вот, но если вы располагаете доверием ко мне, можете также получить советы от меня на каком-то персональном, комплексном уроке. О том, как правильно выбрать, какой стиль для фотографий, что важно, что не важно, может быть. Да, в конце концов, зайдите в какой-то профиль, который вам нравится, и попробуйте просто соблюдать приближенную стилистику вот именно к этому визуалу, который вам понравился. Так, что же еще? А, и пятое. Пятое, это вообще уже с полной заботой о вас. У меня в школе на сайте rentenkova.com вы сможете найти готовый курс, в котором уже для вас специально в 4 этапа подготовила психолог моей школы Галина Хлынцева. Это дипломированный специалист. Она для вас подготовила 4 этапа, по которым вы можете, как по урокам, пройти, выполнить задание и избавиться полностью от комплекса неуверенности, от комплекса, и точнее, неумения говорить нет, избавитесь от ощущений, вот именно давления критики на вас, никогда не пропустите назревающую конфликтную ситуацию с клиентом, научитесь очень мягко и грамотно выходить из различных ситуаций, которые вас могут ожидать как мастера в начале пути и так далее. То есть этот курс для вас полностью создан специально, чтобы облегчить вам старт в начале вашего пути мастера перманентного макияжа. Надеюсь, моим советам вы будете следовать, они действительно вам понравились. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите от меня очень новых и полезных видео скоро. Субтитры сделал DimaTorzok